Слава Богу! И я очень люблю эти слова. Слава Иисусу Христу! Здесь что-то с трансляцией небольшая проблемка возникла. Извиняюсь, небольшая перезагрузка. Я стараюсь делать трансляции онлайн, но в связи с тем, что скорость интернета небольшая, к сожалению, многие, те, кто хотели посмотреть, как бы не могут, к сожалению. А вот теперь я вижу себя, да. Приветствую. Пять человек подключилось пока. Так, слава Богу. Да, дорогие друзья. И в Украине, конечно, я переживал некоторые стрессы. И Украина моя вторая родина уже, духовная родина. Так я родился в России, в Поволжье. И, знаете, хороший стресс, это как раз первые дни мои в Украине. Когда я впервые приехал в Украину, я приехал в город Львов. И там за место здрасте люди говорят, слава Иисусу Христу. Я думаю, вот это да. Ущипните меня. Вообще такое может ли быть, чтобы люди за место здрасте на улице говорили слава Иисусу Христу? Вот это да, думаю. Я на небесах или я еще на земле вообще? Да. Вот есть хорошие традиции. Есть разные традиции. Есть не очень хорошие традиции. Есть вообще отвратительные традиции. Но вот именно славить Иисуса Христа это очень хорошая традиция. Даже если там многие делают это просто по накатанной, как бы, по именно тому, что их так научили в детстве, это очень хорошая, знаете, традиция. Каково утром люди просыпаются? Ну, я обычно что слышал с детства? Люди матом просто утром ругаются за место здрасте. Притом даже не обижаются друг на друга. Это как бы как просто манера разговора. Без всяких обид при том, значит. Просто оскорбление, которое как норма, ну, как бы приветствия, что ли. Вот. А думаю, как хорошо жить в таком городе, где за место здрасте не матеряться, не проклятия какие-то говорят, а говорят слова, самые дорогие. Для меня, вечно, самые дорогие слова. Слава Иисусу Христу. Вообще замечательно. И, конечно, хотелось бы, чтобы и в вашем городе, и в других городах, селах, знаете, люди славили Иисуса Христа. Славили Господа Бога нашему. Да будет так, Господь. Благостови нас. Благостови, Господь, славит тебя. И пусть на площадях и улицах этого города звучит Иисусу слава. Иисусу слава. Аминь. Да, друзья мои, и я всех вас приветствую, благостовляю, поздравляю с начавшейся Пасхой. Как уже было сказано, эта ночь, она была самая такая таинственная и самая интригующая вообще в году ночью. И эта ночь, когда Бог однажды много поколений тому назад выводил верующих, выводил свой народ Израиля и всех тех, кто уверовал в него с других народов, выводил из рабства, выводил из Египта и привел их к самому себе. Привел их к горе, дал им заповеди и потом привел их к земле обетований. Слава Богу. И вот много поколений прошло, но до сих пор с благодарностью Богу мы это все вспоминаем. Но новозаветным пониманием нашему еще мы говорим, что наша Пасха это Иисус Христос. Потому что не только мы вспоминаем то, что было когда-то. Не только мы благодарим Бога за то, что когда-то Он вывел из Египта своих детей. Не только благодарим Бога за вот тех пасхальных агнцев, но мы благодарим за агнца Божьего, который взял на себя грех мира. Мы благодарим Бога, что через Моисея, да, был закон, да, но через Иисуса Христа пришла благодать и истина. Благодарим Бога за то, что сегодня Иисус Христос, как некогда Моисей, Он выводит измученных на свободу уже две тысячи лет. Спасителем является для всех поколений людей. Для всех, кто призывает имя Господне. Слава Богу, друзья мои. И материалы, семинар «История христианства». Примерно мы дошли до середины, получается, как раз. Не примерно, а до середины этого семинара. С понедельника будет продолжение. Завтра я проповедую утром в католическом костеле на улице Декабристов. На Декабристов. Те, кто сможет быть, те, кто в центре, тем более, живет из вас, пожалуйста, придите, поддержите тоже меня. И я думаю, мы вместе прославим Бога. И также будет причастие. Поэтому, если вы готовы, пожалуйста, придите в 6 утра. А у протестантов это сложно, да? Я понимаю. Но, вообще, есть такая поговорка. Кто рано встает, тому Бог дает. Если вы хотите, чтобы Бог вам дал что-то интересное завтрашним днем, не поленитесь, пораньше проснитесь, знаете ли, и приходите на это служение. В 6 утра. В полшестого уже там батюшки будут общаться и готовиться к служению. И в 6 утра начнется сама литургия, само служение. Служение будет на русском языке. Не переживайте, это будет понятно, Богу служит не на польском. Там проходит и польское место, но это будет именно утреннее русское место, то есть там будет на русском языке. Служение будет небольшим совершенно, порядка двух часов будет продолжаться. Поэтому к 8 часам вы можете быть уже свободными. А если вы задержите счет, вы можете еще благословить братьев кадомических наших тоже в молитвы. Я хочу проповедовать как раз именно о воскресении Христа. Я хочу молиться о том, чтобы в этом костеле, чтобы люди католические и все, кто приходят туда, чтобы переживали силу воскресения Иисуса Христа. Поддержите меня в этом. Я уверен, что и вас Бог очень сильно благословит. Тем более совместные причастия. Я не знаю, насколько вы практиковали это в своей жизни. Лично мне это очень нравится. Очень нравится. Одно из самых моих любимых дел в жизни последние годы, это причастие совместное с разными христианами. Не только в рамках моей динаминации в церкви, а вообще, когда участвуем мы, я лично, наши люди, участвуем в совместных причастиях. Потому что когда мы вместе причащаемся, когда, ну у католиков, правда, вы должны знать, кто не знает, у них есть свои некоторые особенности в служении. И у них есть такая, ну я считаю, не очень, это не библейская традиция, но она у них сохраняется. Причащаться только лишь тело Христа. А крови Христа причащаются священники только лишь. Хотя есть костелы продвинутые, где именно обмакивают в кровь, как вот, ну, вино и дают причастие. Я не знаю, как будет завтра, но я принимал причастие и так, и так, среди католических, этих, будущих приходов католических. Я проповедовал в католических приходах и в Украине, в Польше, в Европе, да, в Германии, и во Франции, и в Америке, в Австралии, среди католических харизматиков, среди харизматических католических общин. В Америке у нас очень хорошее общение именно с харизматиками-католиками, потому что там дружественная наша церковь, она так и называется, харизматическая православная церковь. Харизматик-ортодокс-черк. И есть такие, вы не слышали? Есть и такие православные. И это те православные американцы, в основном греческого происхождения, сирийского, индийского, африканского, с востока, да, с Ирана, те христиане православные, что крестились Духом Святым, те, кто переживают крещение Духом Святым, и ревнуют о дарах духовных, ревнуют о харизматическом таком обновлении церкви, чтобы церковь была в дарах Духа Святого. И это очень такая активная деноминация. Во главе, в руководстве находится епископ Марк Керси, он же Симеон Иоанн Первый, патриарх этого харизматического православного движения в США, Канаде и, в общем-то, в западной части Европы также. Так вот, мы ожидаем в этом году, даст Бог патриарха к нам в гости. Симеон Иоанн Первый должен прилететь к нам, даст Бог, в Киев. В августе месяце я говорил, помните, да, кто был, будет собор церкви, и мы ожидаем, конечно же, Марка Керси, как епископа, нашего брата, как спикера, как проповедника. Потому что я верю, что и наша деноминация должна пережить харизматическое обновление свое. И, в общем-то, многие из вас, наверное, слышали проповеди другого харизматического такого православного архиепископа Верон Аш, Мар-Инак Аш. Кто, может быть, слышал? Да, многие уже смотрели, видели, слышали. Очень горячий брат, я думаю, вы запомнили его. Он не бывал очень в Европе, но, даст Бог, тоже побывает и в наших краях. Он трудился в основном на западном побережье Америки и в Калифорнии его приходы. В общем-то, наши церкви тоже начинаются там, в Америке, но уже в следующем, 13-м году два нашего служителя с Киева переезжают туда, в США, на постоянное уже пребывание там, жительство и труд. И, конечно, два человека, один на восточном, друг на западном побережье, это очень мало. Но работа, я думаю, будет развиваться дальше. Молитесь о том, чтобы господин жатвы выслал своих делателей и сюда, в Николаев, и в Америку, и по всему лицу земли. Потому что грешников везде много, работы везде хватает, и исцеление больных, освобождение от бесов одержимых, эта работа, она везде имеет. Куда руки предложить, ездите. И, конечно, моя мечта, чтобы и здесь, в Николаеве, я приехал-то не просто провести даже семинар. Я уже говорил, братьям, что у меня на сердце желание молиться за Николаев, чтобы здесь Бог поднял также православных харизматиков, а чтобы поднял такого православного священослужителя и ни одного. Здесь, в вашем городе, нужны десятки православных священников, реформаторов, которые бы несли бы благословение этой земле, просто-напросто именно благовествовали, как евангелисты, как пастыри трудились, чтобы созидать здесь общины, приходы по Николаеву и Николаевской области. Как европейский церкви, я со своей стороны готов братьев и обучать, и рукоположить, и снарядить, и поддерживать всячески. Поэтому, если кто-то из присутствовавших на этом семинаре, или те, кто будет смотреть это видео, или онлайн, если в вашем сердце отзывается трудиться таким образом, то свяжитесь со мной обязательно. Заходите на сайт Украинской реформаторской православной церкви, или даже непосредственно на сайт харизматической православной церкви США. Также семинария наша одна единственная, сейчас находится именно в США. Но здесь, именно в Украине, я провожу обучение и подготовку новых священнослужителей церкви. Слава Богу! И, друзья, потому как разные есть христианские церкви, ну как пела здесь очень хорошо, да, во всех церквях, да, проставляется Иисус. Иисусу слава! И мы вместе сможем сделать одну Божью святую работу. Знаете ли, разные церкви, но цель одна – спасение грешников. И, знаете, друзья, для такого именно обновления харизматического всего тела Христа необходимо, конечно же, пересмотреть некоторые наши отношения с Богом, наши отношения к Богу, некоторые даже доктрины, некоторую историю надо знать нашу христианскую. К сожалению, в православии, в целом, если брать не отдельные, там, допустим, группы сейчас, новые церкви, харизматические, реформаторские церкви, обновленческие, а в целом, традиционно для православия, то, к сожалению, мы наблюдаем закрытость от Духа Святого, очень серьезную закрытость. Но Бог, знаете ли, Он проходит через любую стену. И Иисус Христос, хотя было закрыто все, Он пришел, среди учеников встал и сказал «Мир вам!». И для Иисуса не существует преград никаких. Он может прийти в самую закрытую группу, в самую закрытую деноминацию, в самую закрытую церковь, даже если много столетий уже она закрыта от Бога, и Иисус может прийти и сказать «Мир вам!», «Шалом!», друзья, и думать и сказать «Примите Духа Святого!». Лишь бы эти люди, они даже если они боятся, даже если они закрылись, даже если они, мало ли, у них там фобия религиозной, страхи свои, если они готовы услышать Господа. Помните, как Иисус говорил в последние дни, да, в книге Откровений, говорится, что «Кто услышит голос Мой и отворит дверь, я войду к нему, и буду с ним вечерить, и он со Мною». Иисус сказал, что Он придет именно туда, в эту церковь, которая откроется для Него. Я очень хочу, чтобы Иисуса пустили в храмы, чтобы Иисуса православная церковь приняла, приняла и в себя пустила, чтобы в этих красивых соборах и у вас в Николаеве, в области Николаевской, есть красивые церкви, красивые здания церковные, но чтобы в эти красивые храмы, чтобы пришел Иисус, и все Он преобразил. Потому что, знаете ли, в любой динаминации, в аптистам, писяльникам, харизматам, адвентистам, в очень разным христианам, католикам тем самым, насчет православным, чтобы Иисус пришел. Но как же нам принять Иисуса? Как же упустить Его в Свою церкви, в Свою деноминацию? В первую очередь, конечно, зависит от кадров, зависит именно от священнослужителей. Если слепой ведет за собой людей, они тоже слепы, как правило, и они идут в пропасть, в яму. Но если прозревшие ведут за собой людей, эти люди уже прозревающие или прозревшие, и они идут в Царство Божье. И, друзья, каков поп, таков приход. Да, мы это знаем, такую поговорочку. Так вот, и ударно записано так, что если поп молится, сидя, прихожане молятся лежа. На самом деле, друзья, если священство возрожденное знает реального Духа Святого, реального Бога, реального Спасителя Иисуса Христа, то и люди спасаются. Пока, к сожалению, вот на сегодняшний день, что в Украине, что в России, подавляющее большинство православных священнослужителей, не важно даже, какого они, сана, диаконы, священники, епископы, митрополиты, не важно, чаще всего люди невозрожденные, то есть не пережившие то, что Библия называет рождением свыше. Это странно может звучать для некоторых из вас, наверное, но, в общем-то, это не новое явление. Иисус пришел однажды к своим, и свои не приняли. Помним третью главу Иоанна, когда Иисус говорил о рождении свыше одному из учителей Израиля. И кажется странный разговор, почему этот Никодим, он не мог понять Иисуса, как будто бы на разных языках говорили. Почему? Почему он имел такие проблемы, этот Никодим? Он был человеком невозрожденным. Вы скажете, как можно возродиться было, не встретившись с Христом? Дело в том, что пережить Бога и в Ветхом Завете, Дух Святой, он не только лишь в Новом Завете действует. И Бог не только в книге Деяния начал свое действие. Мы читаем Библию, мы видим, что Дух Святой, Он всегда действовал на этой земле. Он всегда приходил на эту землю. Людей искал, тех, которые боятся Его, тех, которые любят Его. И Он тех, кого находил, Он посещал, точечный удар наносил. И после восхищения Духа Святого, после восхищения Церкви, после того, как удерживающий будет взят от земли, все равно Дух Святой будет продолжать работать. Потому как поется в одном евангельском псалме очень красиво. И если Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно б уже погиб. Потрясающий псалом. Кто из вас знает, не знает, любовь Христа. Слышали, наверное, да, псалом этот? Это очень важный псалом. Кстати, это первый протестантский псалом, неправославный, который я в своей жизни услышал. Я привык всегда только лишь православные песнопения слышать в церквях, в храмах православных. Но на первом же собрании протестантском, в котором я побывал, мне очень так повезло, интересно, я попал именно на собрание, где пелось вот именно вот так вот, как бы по православному, как бы вот, с подбыванием, таким же деревенским. Знаете, там были бабушки, дедушки, они пели общим пением, эти старые пятидесятники. Они пели этот псалом «Любовь Христа». И они пели о самом главном. «Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна ловзает берега, Все вместе». И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Слава Иисусу! Друзья, именно вот это нас объединяет, действительно, по-настоящему. Именно любовь Христова. О, как написано здесь, очень хорошо даже сказано. Название даже молитвы, название церкви, дома молитвы, да, любовь Христова. И, друзья мои, конечно, говоря о Духе Святом, говоря о личности Духа Святого, Говоря о некоторых вещах, Касательно вот этой темы, как раз, Истории Христианской Церкви, Семинар-то такой именно, как раз, у нас. Скажу, что, наверное, беда наша, вот, православная, если брать, как деноминация, Началась очень давно. Те из вас, что были на семинаре в эти дни, вот вчера, позавчера, Тебе представляют уже, да, что очень много проблем. Я говорил о Четвертом Соборе, помните, да, когда оккультизм плынул. То есть, для Духа Святого создавались очень невыносимые условия нахождения в Церкви. То есть, там, где открывается Церковь для оккультизма, Она неизбежно закрывает другую дверь. Она закрывает двери для Духа Святого. К сожалению, это так. Это правда. И Церковь оказалась в очень млаченном состоянии. Те, кто семинары не слышали вчерашние, позавчерашние, То возьмите, пожалуйста, диски, потом обязательно и просмотрите, Чтобы вам было понятно, о чем я сейчас сказал. Так вот, и когда в пятом столетии, через 400 лет после уже Иисуса, Когда христианская церковь попалась на, как бы, в западню врага, Наступила на те же самые грабли, на которые наступал народ Израиля. Ничего нет нового, абсолютно. Мы читаем Библию. Читаете Ветхий Завет. Видите, какую картину Бог нам показывает там. И это написано не только для кого-то. Это написано для всех нас. Чтобы мы не грешили, как они грешили. Не чтобы мы судили тех, кто был перед нами, Но чтобы мы учились на их ошибках. Именно этот смысл имеет Библии, как раз Ветхого Завета для нас особенно. Павел пишет об этом корейкином очень подробно. Так вот, господа, скажу, что, конечно, печально, что церковь христианская Уже во время благодати умудрилась наступить на те же самые грабли. Когда Бог вывел из Египта своих детей и всех боящихся Бога, Он сказал свое слово. Он даже, Божьего он записал это, и это удивительно, конечно. Заповеди. И он сказал, записано в книге Исход, 20 глава. Помните эту декларацию, да? Это 10 заповедей. С чего началось все? Он сказал, Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства, Да не будет у тебя другим богом, Пролицом моим. Вот первая заповедь. Она очень проста. Начинается вот с таких слов, Что Я, Господь, Бог твой. И он говорит, да не будет других богов, Пролицом моим. Израиль, знаете ли, получив вот эту заповедь И другие заповеди, Конечно, никогда не забывал об Иегове, Они помнили Бога, Авраама, Исаака, Якова, Создателя своего. Но в истории, мы видим, Они наступали очень часто на эти грабли. Очень часто, к сожалению, начинали молиться. Они не забывали о Боге, Но они начинали молиться кому? Всевозможным валам, этим астантам. Они начинали молиться иным богам. И к чему это приводило? Приводило просто-напросто к разрывам отношений с Богом. Потому что Бог истинный, Бог святой, Он не терпел Такой, знаете ли, Совместимости, всеядности. Он не потерпел Вот такого отношения. Он ревнив. Очень похоже на поведение эгоиста, скажете. Ведь представьте себе, Отвечный, Вечный Бог, Говоря в заповеди, Первое, с чего он начал, Что я, Как бы, да? Только я, Только я, Да никто другой. Только я. Как бы заявление эгоиста. И вообще по Библии мы видим, Как бы, Бога как суперэгоиста, Мегаэгоиста. Он не терпит, Вообще, Как бы, Он, Знаете ли, Немного по себе, Может быть, судит Нас, людей, Где-то. Но он имеет на это право. Он создал нас по образу подобию своему. И интересно, Он любит нас, И он хочет, Чтобы мы тоже его любили. И он имеет право на это, Как отец, Как создатель, Как родитель. Потому как мы дети, Порой, Ну, простите, Ну, бестолково порой. И как маленькие дети порой, Да? Вот им говоришь, Нельзя. Нельзя. Не потому что это жестокий такой, А потому что знаешь, Что нельзя. Это может плохо все закончиться, Да? Нельзя. Вот пример был, Мы как-то переехали на другой приход, У меня была командировка, Жена со мной, И у нас был тогда еще один ребенок только. Настя, Старшая моя, И знаете, Что интересно, Значит, Ну, Она была совсем еще маленькой, И мы переехали в дом церковный, Приехали, Там бардак, Надо было все, Как бы, Приводить в порядок в этом доме. И там провода, Розетки, Мы их там какие-то заделали, Вкинь еще не успели, Знаете ли, С этим переездом вообще. Но, Насте говорили, Нельзя в розетку вообще. Она была, Она хотела туда засунуть что-то. Нельзя. Нельзя. Она поняла? Все, поняла. Нельзя. Хорошо. И потом я прихожу как-то со службы, С храма, Жена мне рассказывает, Представляешь, Говорит, Вот такое, Буквально на секунду, Как молоко бегает. Вроде смотришь, Нормально. Буквально на секундочку отвлеклась, А она так, Как будто бы и ждала этого момента, Знаете ли, Взяла гвоздь и прямо туда. И потом, С комнатой крик такой, Такой взрослым таким голосом, Мама! Ее отбросило. Вот, значит, Ну, так, Хорошо так, Так, что потом, Ну, Больше года, Вот она шарахалась Всех этих электроприборов, Значит, Уже не надо было говорить, Там, Насте нельзя. Она сама уже знала, Что нельзя. Ее там, Ну, Хорошо так ее ударило. Слава Богу, Бог помиловал, Ребенок, Все нормально, Как бы, Значит, Но урок был, Да? И вот так Бог говорит, Нельзя. Вот, Нельзя. Некоторые возмущаются, Почему Бог много раз говорит, Нельзя? Как бы, Не делай. Да вот, Как бы, Он лучше знает, Почему? Чужая жена, Нельзя. А я возьму, Попробую, Потом, Мама, Мама, Спаси. Значит, Как бы, Как трясойдет, Вот, Значит, Потом, Не завидует, А вот я, Позавидую, Папа, Пожалуйста, Прости. Много проблем разных. То есть, Бог дал заповеди не просто так, Он лучше нас знает. И Он знает, Да? В первую заповедь, Запрещавшую многобожие, Он знает, Что, Создав нас, Для себя, Для общения с собой, Подобными, По своему образу подобию, Знаете ли, Он создал нас удивительными существами, Конечно. Внутри каждого человека есть, Вот, Это вот, Какая-то особая комната, Что ли. Есть особая квартира, Особый дом какой-то, Особое место. И, Удивительно, Что, Вот, К примеру, Когда меня приглашают, Он, Да, Осветить квартиру, Там, Дом, Я обычно говорю так, Что, Знаете ли, Бог хочет, В первую очередь, Осветить этот дом, Или квартиру, Которая внутри нас, Поселиться в ней, Хочет жить в ней, И если он будет жить в ней, Будет поселенным там, Да, То он будет благоставляться, Даже, Говорю, Неверующие люди порой замечают, Лучше, Чем верующие порой замечают такие вещи, Что не место средствия человека, А человек место. Они замечают такие вещи, Даже неверующие люди порой. Так вот, скажу, Что на самом деле это так. И, Если Господь в нас, Упование славы, То, Чудо. И Израиль, Он знал хорошие заповеди, Но нарушал их, И попадал в большие проблемы. Бог знает, Что, Когда мы будем открывать самое интимное в себе, Самое драгоценное, Самое интимное в себе. Это вот, Наша душа, Наш дух. Знаете ли, Что произойдет? Мы, Как бы, Включаем систему в самоуничтожение, Разрушение. Только лишь Бог может эту бездну, Внутри нас, Который призывает бездну, Заполнить. Только лишь Бог. Если мы заполняем чем-то еще, Большие проблемы. Люди неверующие заполняют, Пытаются заполнить эту пустоту, Эту бездну, Чем-то, Плотским. Люди религиозные, Чем-то религиозным. Но и то, и другое, Оно эту бездну еще больше лишь делает. Рано или поздно. Это, знаете, Как вот овраги, Осыпающиеся, Их вроде нам подделывают, Но все равно, Это лишь до поры до времени. Время идет и все это ссыпается, Уничтожается. Так вот, Но что же может нас заполнить по-настоящему? Все вот эти вот овраги нашего сердца, Нашей души. Что может остановить этот процесс? Только лишь Бог с готовой. Который может прийти, Встать на это место и сказать, Да, это я. Слава Богу, друзья. И многобожие в христианстве, О котором я говорил на семинаре уже не раз, Выражающиеся в молитвах разным посредникам, Разным святым, Помимо Господа Бога, Помимо Иисуса Христа, Единственного и неповторимого посредника Между Богом и человеками, Первосвященника, Ходатая Нового Завета, Это многобожие, Оно разрушает человека, Оно убивает человека. И это печально, конечно. И человек, и христианство тогда в целом страдает, Теряет самое главное, Самое важное, Это как духовный спид, Убивающий иммунитет, Тело Иисуса Христа, Который есть библейское понимание спасения, Библейское уверенность спасения, Библейское осознание спасения, Путь истинной жизни. Потому что если Иисус теряется в толпе Вот этих посредников, первосвященников, И потом он уменьшает, Совсем уходит, То горе тогда христианам. Так оно и произошло. Так и произошло в церкви, в частности, православной. Поэтому не повторяйте этих ошибок В своей судьбе, в своей жизни. Слава Богу. И молите за тех христиан, Которые по-прежнему Находятся в таком большом обмане, Верив, знаете ли, Вот этой многобековой религиозной демагогии, Религиозной лжи. Выход есть. Обратиться к Иисусу. Знаете ли, как мне легче стало В моем христианстве жить? Когда в 96-м году я просто понял, Что только лишь один Иисус Христос. Он спаситель. Я понял, в кого я уверовал, Мне стало легче жить. Сегодня утром, проснувшись, Я не намал голову над вопросом, Какому же мне святому помолиться вообще? А каким молиться мне, Каких нужных надо, допустим? Я знаю, к кому я молюсь, Я знаю, с кем я имею отношения. Это так хорошо, это так просто. И тогда и спасение путь, Он понятен, он прост для каждого человека, Даже неграмотного или высокообразованного, Для любого человека. И Иисус Христос становится путем истинной И жизнью для лично каждого верующего человека. Это замечательно. И моя мечта, чтобы в храмах Священники больше не лгали, Не указывали на Богородицу, На других умерших святых или ангелов, Как якобы посредников к Богу, Но говорили людям, что люди добрые, Ни в ком ином нет спасения, Кроме Иисуса Христа. Поверьте в Него, Призывайте Его имя святое, Это так просто. И, друзья, Знаете ли, все гениально и просто, Но самое гениальное в этом мире, Путь спасения Бог сделал вообще гениальнейшим просто. Слава Иисусу Христу. Что Он не стал нам морочить голову, Он не стал нас забивать, Знаете ли, не нужно теологии, Он дал нам очень простой путь, Понятный путь спасения. Господа, скажу, что В православии, Исторически, я уже говорил о католицизме, Вот тогда, В пятом столетии, Многобожий и оккультизм. О оккультизме я еще буду говорить на неделе, В понедельник буду говорить, Об этом, наверное, еще затрону не раз, Эту тему на семинаре. Но, скажу следующее, Что через сто лет после вот этих вот проблем, Мы записали, что? Третий собор на 431 год, Четвертый собор записали. Но в шестом столетии, Через сто лет после этих драматических таких событий, Еще один собор произошел. И это была середина как раз шестого столетия, 553 год. Запомним середину шестого столетия, Шестой век. В этот момент был кризис, Очень серьезный, духовный. Был уже целых сто лет подряд, Если первых 400 лет Христиане молились только лишь Богу, То уже целых сто лет к тому времени Люди привыкали к молитве разным посредникам, Помимо Господа Бога. Уже если первых 400 лет после Иисуса Христиане жили вне оккультизма, Если появлялись какие-то проблемы оккультизмы, Они были как бы вне церкви, Они были вне как бы христианства, по сути, Хотя порой и рядились в христианской одежке, То уже к тому времени, уже целых сто лет, К тому времени христиан приучали, Что оккультизм это нормально, Что спиритизм это нормально, Что молиться за упокой это нормально, Что использовать мощь это нормально. За столетия настолько промыли мозги населению, Религиозные эти демагоги, И политики настолько глубоко Вот это все внедряли в сознание людей, Конечно, сегодня это все гораздо быстрее Можно сделать с помощью этого зомбоящика, Но, в общем-то, Но тогда понадобилось почти сто лет Для промывки мозгов населения. Выросло несколько поколений, Выросло уже, по сути, в многобожии и в оккультизме. И вот в середине шестого столетия Произошла еще одна трагедия. К этому времени, я уже говорил немного об этом, Касательно Пасхи, Истиньян и Феодор, я упоминал уже об этих тиранах, Об этих правителях, потому что Они влезли в такие дебри оккультные, Допустим, вот я приводил пример, Запомнили всегда про эти куличи, Про мацу, опресных, Ихвастные, такой пример, что его трудно забыть. Так вот, и именно как раз эти люди, Истиньян и Феодора, Они сделали еще большую подлость, Гораздо большую, чем даже вот с этими куличами. Дело в том, что они влезли в само понимание, В доктрины о Духе Святом, О личности Духа Святого. Родились учения, которые, скажу так, Уже где-то как-то хулили Духа Святого. Пример. Такое лжевучение, я говорил о нем, Тоже упоминал уже, Об апостольской правопреемственности. Оно было тогда именно провозглашено. Это лжевучение, что по благодати, Якобы благодать, вернее, передается По системе непрерывных таких рукоположений. И якобы именно от самих апостолов Иисуса Христа, От двенадцати, которые наполнились Духом Святым, На которыми были языки пламени, От них появились епископы, От этих епископов еще епископы, И дальше, и дальше, и дальше. И до нашего времени, и пока церковь стоит на земле. Так вот, и якобы Дух Святой стал заложником этой системы, Этой цепочки рукоположений. Якобы только лишь там, Где это есть рукоположение, Там есть Дух Святой. Только лишь там есть церковь, Там лишь есть спасение, Там лишь есть благодать, Там лишь есть каноничность и прочее. И это, конечно, система ужасная. Кто из вас с этим уже сталкивался, наверное, кто не сталкивался В протестантской церкви, как правило, об этом мало знают Ну и как бы и спокойнее спят, как бы, слава Богу Но все-таки и вам приходится часто сталкиваться с такими лжеучениями К сожалению, до сих пор они в таком виде сохраняются в традиционном православии Неправильное представление о личности Духа Святого Как будто Дух Святой есть некая энергетика Но Дух Святой, это есть личность Дух Святой, личность, он может мыслить, да, он мыслит, написано мысль есть у Духа С ним общаться можно, личностью лишь можно общаться Это самая великая личность сегодня здесь, на этой земле И, друзья мои, нельзя эту личность как бы приватизировать, знаете, или монополизировать Поймать и сказать, знаете, это не джин какой-то в кувшин, который уместил И все, он стал рабом лампы этой, значит, там, и уже как бы все, уже И вот у патриарха эта лампа есть, он потер ее, как у ладиночного, она все, и она выполняет это все Но, на самом деле, Дух Святой, он не может быть загнан в лампу нашей деноминации, как бы, да И мы не можем быть хранителями этой лампы На самом деле, Дух Святой есть Дух Святой, который есть личность Которая дышит где хочет И, слава Богу, что первые христиане не знали этой ереси И жили себе спокойно, и не тужили, слава Богу В Библии этого нет учения И сама жизнь показывает, что это учение ошибочное Учение ложное Потому как сама жизнь расставляет порой точки над «и» Ведь написано, что Иисус говорил Что собирай в бестерновник виноград Или серепейник осмопа Нет, говорит И дерево доброе приносит плоды добрые По плодам, и вы узнаете их По плодам, какие плоды это учение приносило Лишь разделение Лишь споры о родословных Лишь война, лишь кровь Ничего больше И до сих пор это учение Оно в руках врага В руках дьявола В руках всяких политиков В руках сектабедов и прочих нечестивцев порой Оно превращается в орудие разделения В христианского братства На, как мы, христиан первого сорта и второго сорта На каноническую и, якобы, не каноническую церковь По человеческому устроению По человеческим представлениям стандарта Не по божьим принципам И это учение ложное позволяло мне, допустим Как в прошлом традиционному такому Православному священнику Осуждать протестантов И говорить О, у них нет благодати Потому что у них нет системы рукоположения Кто их постаре рукополагал вообще? Они не каноничны, они никто, они самозванцы А мы каноничны, мы, как бы, от апостолов И, как бы, я этими родословными гордился Но каково же было мое разочарование Узнать, что, слава Богу, апостолы Не знали этой доктрины И что первые столетия Христиане жили и себе не дужили Не ломали голову над этими вопросами О правопреемственностях И каково же мне было интересно узнать Что, оказывается, это учение ложное Оно было не в христианстве Но оно было в разных религиях древних Что это, оказывается, большей частью Религиозный плагиат В частности, метроизм Одна из таких религий Вот того древнего Рима С которой тоже была взята такая доктрина Именно о правопреемственностях О непрерывности руковозложений Манихейство Знаменитая ересь Религия ложная того периода времени Некто Мани, который Именно как раз Завещал своим ученикам Делать именно вот это Непрерывно передавать Рукополагать Передавать эту благодать Дальше и дальше и дальше И в христианстве не было такого учения В христианстве есть В Библии есть учение о рукоположениях Да Но нет этой цепочки Нет этой доктрины Как у манихейцев, допустим Как и у современных, к сожалению, православных Что независимо якобы От личных качеств Рукополагающего и рукополагаемого От их веры или неверия От их моральности или аморальности Независимо от ничего Главное Сам принцип соблюсти Чтобы два-три епископа Возложили свои руки Прочитали текст молитвы Сказали аминь и все И Дух Святой Обязан прийти на этого гражданина И быть Он должен уже быть все И епископом церкви И вес священником церкви Волшебность Знаете ли это как вот Там умирает там бабка-колдунья И крышу разбирает уже Она все никак не может умереть И говорит Внучка иди сюда быстрее Ее уже зашкаливает Ну-ка иди сюда Опа, все Теперь ты попалась Ты будешь следующее звено Но такое отношение В магическом мире Да, оно существует И всевозможные мерзкие учения Существуют в оккультизме Но Знаете ли О рукопозложениях тоже определенных Но С Духом Святым Такие фокусы не пройдут никогда С Духом Святым Невозможно такие отношения Дух Святой есть личность И если он Не захочет дышать Хоть даже сотни епископов Возложат свои руки Даже если тысячи Архиепископов Метрополитов Патриархов И прочих Возложат свои руки И скажут Все Дух Святой С тобой Дух Святой Нет А я не хочу А я не хочу А меня спросили вообще И Павла Апостола Вообще не руку полагали Ему лишь потом Пришлось прийти И познакомиться С теми Кто уже был В служении До него Чтобы На самом деле Протянули Они ему руку Поддержки Ему нужна была помощь Тоже поддержка Как и всем людям Нормальным Но И он мог кого-то поддержать Но знаете ли Его Сам Господь Рукоположил Дух Святой Призывает Дух Святой Личность Дух Святой Он сейчас здесь присутствует Интересно Я бывал В собраниях В церквях Моравских братьев Значит Там в Германии На границе с Чехией Есть именно Старые церкви Где было Это великое пробуждение Это как памятники Пробуждением Вот тем великим пробуждением И там Рассказывали Интересные истории Эти моравские братья Когда они Молились непрестанно Более столетия Из поколения в поколение Много миссионеров Разъехалось по всему лицу земли И у них бывала Даже такая традиция Одно время Люди шли в собрания И порой прощались Со всеми Кого они знали Потому что они не знали Что Дух Святой скажет С вещами некоторые Брали с собой вещи Потому что Дух Святой Мог стоять в собрании Ему допустим Или другому Пятому, десятому Все Иди В Африку допустим В такую-то страну В такой-то народ Вот И человек У них такая была традиция Даже не озирался назад Он даже не мог Уже все уже Не прощаться с родственниками Не с кем Все Тут же идет на корабль В дорогу И его благоставляют На билеты Туда Сколько примерно денег Ему нужно будет Чтобы добраться До этой Африки Или до Китая И до Индии Куда-то еще Многие нам братья Они косты легли На этих территориях Кого-то съели Каннибалы Кого-то там сожгли Язычники Кого-то забили Камнями мусульмане Тысячи мучеников Но они сеяли Слово Божье Знаете ли В разных странах мира Это было мощнейшее движение Которое Рождало Многие другие пробуждения Впоследствии Очень многие Кстати Сионизм Именно Движение Возрождения Государства Израиля Во многом Во многом обязаны Своему происхождению Даже Скажу так Именно Моравскому движению Потому что Им Тогда Когда Даже лидеры Ведущие Рамины Того времени Не верили В возможность Восстановления Государства Именно Моравские Братья Говорили Что им Дух Сказал Однозначно Государству Это будет А что Будет Восстановление Не где-то еще Именно там На той же территории На том же месте Дух Будет там действовать Им не верили Но через сто лет Многие евреи Пробудились И подумали А почему бы и нет А почему бы Вообще-то Может быть и да Но ведь Весь антисемитизм Христианский В свое время Строился Именно на этом Понимании Что Бог Навсегда Прогневался На своих еврейских детей Навсегда Отвергся Израиль Навсегда Все Разлюбил И полюбил Другую Знаете ли Развод такой Идите в форточку Как говорят Развод с Израилем Все Навсегда Разлюбил евреев И теперь полюбил Язычников Теперь полюбил Церковь Я тоже так высказал Теория замещения Слышали наверное об этом Да Интересная теория Конечно Но она Совершенно В невыгодном свете В неправильном свете Как бы Являет Бога Людям Даже В превратном свете Скажу так Потому что Бог наш не такой Что любит Не любит Знаете ли Сегодня говорит Что я люблю тебя И дары мои И призвание Непреложные И навеки А потом Все Извини Забудь Вообще И Слава Богу Что Бог не такой Как человек Если бы Бог Был бы такой Непостоянный Такому Богу Знаете ли Я бы даже Временную жизнь Не доверил Не говоря уже О вечной своей судьбе Я хочу Бога Именно Стабильного Постоянного Который Не разлюбит Который не скажет Завтра Прости Сережа Все кончено И ты меня не так понял И вообще Я полюбил другие Допустим мусульманы Или полюбил буддистов Или вообще атеистов С ними проще работать Вообще Или как-то еще Слава Богу Что Если он рожает Он не бросает Как некоторые Даже многие отцы Сегодня К сожалению Понарожали и бросали Я в пользу С одним беседовал Таким отцом Я спросил его Но Человек уже не молодой Ближе к пенсии Вроде бы Пора бы Я степениться Дон Жуану Но я сказал ему А сколько у вас детей Вообще Вот я не знаю Может быть человек Тридцать Может быть Может быть В разных Городах Были разные женщины Рожавшие ему Разных детей И как бы Большинство Он уже не помнит даже Сколько примерно У них детей Вот такой Дон Жуан Лет 60 Но он такой Знаете Что вообще Мимо юбки не пройдет И Но Бог дал ему Благовествовать Знаете Бог дал ему Говорить слово И он слушал слово Конечно Вывод делал сам Как бы Насильно Мил не будешь То есть Но я слово Сею в Божье Так вот Я потом размышлял Что Бог Он не такой Как этот Дон Жуан Что Бог Он не то что Нарожал И бросил Он если рожает Он знает своего Он никогда Даже если К примеру Смотрите Как земной отец Да Если вот Сегодня будет много детей Здесь будет собрано В собрании Все равно Я люблю детей Я вообще Многодетный папа Я люблю детей Но Знаете Когда Своего То его всегда Определишь И Особое чувство Все равно К своему возник Да Согласитесь У Бога на земле 6 Там сколько 7 миллиардов людей Да И каждый ему дорог В каждом частичке Есть его конечно Он Он очень любит Своих детей И посылает дождь И на праведных И на неправедных Солнце Его светит Сегодня всем светит И добрым И злым В этом городе Знаете Но У него Особое чувство К тем Кого он родил Кто не просто От мамы и папы Своих родились Кто не просто По накатанной От одной крови Родились на этой земле В разных народах земли Но те Кого он сам родил Кого он родил Он Никогда не бросил Будьте уверены Он не такой Как некоторые Мамы или папы Которые рожают И забывают Есть такие матери Есть такие отцы К сожалению Но наш Бог Он не такой Я не верю в такого Бога Который несерьезный Я верю в Бога Который серьезный И чьи дары И призвания непреложные И к Израилю И к Израилю Я снова сказал Я скажу так Надо было всю Библию Перечеркнуть тогда Если поверить Что Бог разлюбил Израиль Получается Что вся Библия Вообще Коту под хвост Никуда вообще Потому что Ведь Бог Всегда Клялся Божился Своим именем Больше Некем было Он своим именем Клялся И он всегда Выполняет Своё слово Он не такой Как некоторые Из нас Людей Которые говорят Слово И не исполняют Его Но он говорит Слово И он исполняет Его И именно Скажу так Каждому человеку Сегодня Каждому Чёрному Белому Русскому Украинцу Татарину Казаху Чеченцу Грузину Американцу Африканцу Любой нации Любой культуры Человеку Корейцу Китайцу Любому человеку Сегодня Есть смысл И есть Великое благо Доверить такому Богу Свою вечную судьбу И он Может быть Уверен Такой человек С любой нацией Что если Бог Не разлюбил Своего первенца Если Бог Не оставил Своих первых детей Старших Сынов То он не Не оставит И последующих детей Но если он Сказал Вот тогда Развод Произвел То уже Повторный брак Ну я бы Особо не верил Все таки Его есть Ну Царство И его сила И его слава Во веки Скажу так Аминь И конечно Хотелось бы Сейчас не просто Доктрина Поговорить с вами Конечно Кто-то По-разному Мы все понимаем Порой Бога И видим Слово Порой его По-разному Кому как Открывается Извечный Спор Реформации Уже пять Столетий продолжающийся Арменияне И Предопределение Или же Свободная Воля И некоторые Пастыря Говорят так Еще по-моему Со времен Этого Как раз Знаменитого Короля Проповедников Сперджина Что В начале Пути Христианин Обычный Армениянец Но в конце Пути Жизненного Он Карминист Немножко Оглядываясь Назад Он Можно Сказать Точно О благодать Спасем Тобой Я Из Пучины Бед Был Мертв Но Чудом Стал Живой Был Слеп И Вижу Аминь Спасибо тебе Господь За благодать Твою И Друзья мои В реформации Реформации Это не выдумывание Чего-то нового Это возвращение К старому Хорошо Порой Забытому Старому И в реформации Церкви Чудо Восстановления Чудо Спасения Чудо Избавления И Хотелось бы вам Некоторые Примеры Из истории Церкви Привести Те, которые Будут запоминаемы Может быть Не очень Такие Хорошие Но зато Будут запоминаемы И Назидательные Есть Дух Святой В церкви Есть Окультизм В церкви Эти вещи Взаимоисключающие Конкурирующие В церкви Церковь Христова Она Проделывает Страшный Путь Порой А порой Очень благостовенный Путь Иисус Христос Я напомню Он не говорил Своим ученикам Никогда не говорил Что у вас Все будет хорошо Он не говорил Такое Гламурное Евангелие Он говорил Евангелие Которое Очень реалистичное Очень такое Без Сорняки Придет время И будет Очень много Посеяно Этих сорняков Он говорил Что это будет До самого Последнего Часа И даже Остановил Притче своей Останавливает Пыл Энтузиазм Тех Кто хочет Прополоть Огород Его царства Потому как Бог хочет Он не как человек Бог хочет Чтобы все люди Спаслись Бог хочет Дать возможность Даже самым Злым сорнякам Покаяться Он хочет Дать возможность Дать На самом деле Удивительную Такую Или же Полностью Нагрешить И уйти Ни с чем Потом все Вечно с локти Кусать Либо На самом деле Реализоваться В святости Святой Да освящается Нечестивый Еще делает Нечестие И Он говорил Что в его Неводе Царства Божьего Будут не только Хорошие рыбы Но и Плохие рыбы Которые будут Брошены Он говорил Что Его царство Будет все Просто Всквашено Женщина Взяла Три меры Муки Бросила Загвазку И все Это вскисло Обычно Проповедники Некоторые Проповедники Особенно Харизматичные Проповедники Используют Пример Как хороший Пример Но Порой Так можно Ну как Один из приемов Бабилетики От обратного Как допустим Пример Строительства Бабилонской Башни Как допустим Пример Собранности Слаженности Работы В церкви Допустим Да Администрация Церковная И что Ничто Нас не остановит Я слышал Такие проповеди Допустим В Киеве Из уст Некоторых Больших проповедников Многотысячной Аудитории Большие конференции Когда один Один из проповедников Сказал Что Мы будем Строить Царство Божье Церковь Христову И даже Сам Бог Нас не остановит И так было Сказано Несколько раз Я думал Боже мой Интересно Ну как бы Хотя бы Подпрыгнул бы Если Врет Но Ведь Бог Остановит Все равно Он Тех безумцев Остановил И нынешних Тоже можно Остановить Запросто Значит Но Скажу Что Конечно Можно Всякие Примеры Использовать Но Лучше В контексте Правильно Использовать Эти примеры И в контексте Писания Женщина Бросившая Закваску И все Вскисло Это пример Негативный То есть Бог нам Говорит Что Церковь Будет Вся Всквашена Вскиснет Ничего Не останется Хорошего Но В этот момент У Бога Есть чудо Для церкви Он может Как помните Павел пишет Отчистите Старую Закваску Очистите Так как Вы Бесквасты То есть Бог Нас Видит Бесквастными Мы Поднялись Уже Как Кулич А Бог Говорит Это Моца Ангелы В шоке Ну Как Это Не Моца Невозможно А Бог Вот Теперь Моца И Будет Моца Будет Опресток Чистоты И Истины Уберем Порок Лукавства И Бог Пусть Из Кулича Нашего Нашей гордости Нашей Напыщенности Пусть Сделают Моцу Своей Правильности Друзья В Его Руках Все Возможно Невозможный Человек Возможно Бог Аминь Так вот Друзья Мои И Спиритизм Окультизм В христианстве Это Очень Конечно Серьезная Тема Слишком Серьезная Для Даже Скажу Так Просто Такого Ознакомления Короткого Но По порядку Я уже Упоминал Откуда У нас Проблема Окультная В христианстве Как Эти Змеи Ядовитые Окультизма Постепенно Проникали В жизнь Церкви Родиной Спиритизма В христианстве Была Африка Помните Север Восток Африки Я Вчера Упоминал О Макаре Египетском О его Опыте К сожалению Явно Спиритический Опыт Который Признан До сих пор Нормальным Опытом И Я помню Как в семинариях Говорили И в Ленинграде В Москве Я бывал на лекциях Об этом И в Ленинграде В Москве Хотя В Москве Учился Но Конечно В Загорске Но Говорилось Примерно Одно и то же Что Спиритизм Для обычного Православного Это грех Нельзя Но для Вот этих Отцов Как бы Выдающихся Святых Это как бы Нормально Можно И В общем-то Есть Было над чем Задуматься Откровение У Макария Египетского Были десятки Опытов Вот именно Спиритических Опытов Самый такой Ну Хрестоматийный Я писал Да Вчера Это беседа Макария С черепом Но были И другие опыты В том числе Не только Один на один Как бы Да С этими духами Но порой И в присутствии Свидетелей Самый удивительный Случай Описывается В его житие Когда при Там сотне Даже тысячи Свидетелей Были Его спиритического Опыта В одном городе Египетском Осуждали Одного человека На смерть А он Клялся Божился Что он Не виноват Не был виновен В убийстве Женщины Так вот И Судьи Разделялись Во мнениях И горожане Разделялись Во мнениях Одни его Правдали Другие его Осуждали Требовали казни И вот В такой Ситуации Было решено Обратиться К мертвой Нужен был Недиум Нужен был Спиритист Это использовалось В древности При спорных моментах Но это была Уже христианская Как бы территория И они Произвали Монаха Макария Чтобы тот В присутствии Судей И людей Этого города Произвел Спиритический Сеанс Чтобы Судьи И народ Могли Услышать Голос Мертвая Этой женщины И чтобы Она сама Рассказала В суде Как свидетель Кто же Ее Убивал Не убивал Во первых Этот мужчина И Макарий Потребовал Некоторое время И потом Вместе с судьями И с народом Они пришли На кладбище На то место Где похоронена Была та женщина Макарий Каким-то образом Вызвал дух Этой женщины Как считалось И эта женщина Мертвая Она была Не видна Этим людям Макарию Она как бы Была видна И она Говорила В присутствии Судей И в присутствии Народа И писалась Это под протокол Как бы Голос А был Ну как бы Узнан Это была Именно та Самая женщина По голосу Судя Вот И эта женщина Сказала Что Да Она Жаждет мести Но Этот мужчина Не виноват Он не убийца Он не убивал Эту женщину Судьи На дома Паришир Этого человека Отпустили Значит Сняли с него Все обвинения Макарий Ушел Обратно В пустыню Но слава Его Как медиума Как спиритиста Она после Резко возросла Конечно Потому что Это было Впервые Что в истории Христианства Именно В суде Христианском Уже Не дохристианском Как было раньше А в христианском Суде Спиритист Медиум Выходит И вызывает душ Умерший Который говорит В суде Присутствие Свидетелей Всех Там Присутствовавших Судей То есть Макарий Египетский Имел очень Серьезные Оккультные Проблемы Очень серьезные И Ему Скажу так Ему Поверили Многие Вот Тогдашние Африканские Христиане К сожалению Слово Слово Божье Стали Пренебрегать Словом Божьим И искать Этих Ощущений Этих Опытов Я не буду Всех Подробности Рассказывать Это Очень Мерзкие Вещи У него Были В жизни Именно Конкретно Общение С бесами И Таких Очень Много Обисывается Так же Так вот И До сих пор Он считается В официальной Православной Церкви Традиционной Святым Ему Молятся Ставят Свечки Святой Спиритист Святой Ледиум Но Друзья Мои И Другие В общем-то Отцы Церкви Этого Периода Времени Отцы Монашества Были Подобного Направления Я говорил Почему это Потому что Монашество Вышло Из гностицизма Это нехристианское Явление Но оно было Имплантировано В христианство Политиками Впоследствии Оно выросло Вне христианства Из Антихристианских Доктрин И сект Агностических Потом оно развилось И было Имплантировано В христианство Уже в начале Пятого столетия Как это было Я примерно Объяснил На прошлых Частях Семинара Так вот Господа Интересно Что Как это учение Дальше Потом развивалось С Макария Египетского Оккультизм И других отцов Антоний Великий Пахомий Великий Ануфий Великий Они их обычно Великими называли Потому что они были Пионерами Как бы Вот этого движения Эти отцы Получали откровение О якобы Необходимости Молиться за упокой За умерших Что мы живые Обязаны молиться За мертвых И при том Молиться конкретно Чтобы вымаливать Их из ада Чтобы давать им Возможность Спастись В загробном Состоянии В общем-то Многие доктрины Которые Тогда монашество В христианство Имплантировало Эти доктрины Были известны В древних Религиях До христианских Религиях Египетских религиях Допустим Книга Мертвых Древнего Египта Содержала Рассказы о путешествиях В загробном мире Души И эти рассказы Были перекочевали В этот период времени В христианство Но уже Под христианским Под христианским Соусом Там уже Нет имен Изиды Значит Кого-то еще Есть богов Этих языческих А там есть Неосилиса Там уже Христос Там уже Богородец Там уже Апостолы И как бы Другие Немного термины Но Хрены Редьки Не слаще Это одно и то же самое Это только Такое Монашеское Васаби Значит И скажу Что Конечно Мне было Очень жалко Что Я в своей жизни Лично Очень много Раньше молился За упокой Лично я был Из тех Батюшек Что верили Такие И верят В эту доктрину Я раньше верил Тоже в эту доктрину И я молился За упокой Не просто Лишь бы Отмолиться Лишь бы Там Как бы Как говорится Справить Религиозные нужды Там населения Там Но Но именно Молился Конкретно За этих мертвых Тем более У меня было Очень много У самого В роду Мертвых Которых Я точно знал Что они были Без бога Они умерли Без бога Атеисты Коммунисты Атеисты И конечно Было за кого Молиться Я так полагал Иногда В этих молитвах Я ощущал Что-то Я чувствовал Какую-то Знаете После молитв Особенно Таких Проложительных Молитв Какое-то Удовлетворение Даже внутреннее Это было Для меня Каким-то Как я считал Знаком Что свыше Что как бы Эта молитва Она хороша Она правильна Знаете И бабушка Меня любили На приходе Молодой батюшка Служит Значит Не укорачивая Службу За упокойную Значит Полностью Там 118 Солом С припевами Там С их тенями То есть То что Другие священники Мои коллеги Совершали За 10-13 минут Я По часу По полтора часа Значит Ничего не укорачивая Бабушки Были В шоке Очень правильный Батюшка Молодой Но Как молится До революции Молились Почему я так Молился Я считал Что это правильно Что нельзя Это укорачивать Потому что Умершим Есть благо Наша молитва И я себя Доводил До изнеможения Этими молитвами И прихожат Мучил Этими молитвами Но потом В 96 Прозрев Читая Евангелие Писание Вернувшись Библейскому Благословию Я понял Как много Этих часов Дьявол похитил В моей жизни Которые Я мог бы молиться За живых людей Но Их враг похитил И я молился За упокой Лишь развязывая Руки Окультизму Лишь развязывая Руки бесам По сути Выдавая им сертификат На право действовать Значит Но На этой земле Но Сегодня Я уже Молюсь только лишь За живых людей Не за упокой За здравие молюсь И С 96 Года Это продолжается В моей жизни До сегодняшнего дня Я молюсь только лишь За здравие За живых людей И хотя Искушения Возникают всевозможные Знаете ли Враг пытается Вот Спиритизм Это такая зараза Которая пытается Опять-таки проникать Я уже говорил Даже в протестантском мире Сегодня Есть спиритические Откровения Есть вещи пограничные Есть вещи Которые граничат Особенно В альтиматическом движении Как в малодомной боли И как Как он перспективным Есть вещи Пограничные С оккультизмом Есть вещи Которые Скажу так Вот как Есть ядовитые Грибы Да Полезные Ну хорошие А есть условно Ядовитые Есть такие вещи Пограничные Которые Ну Меня это очень сильно Тревожит Допустим Бенни Хин Все знают Да Этого служителя Я очень люблю Бенни Его служение Уважаю Но при всем уважении К нему Есть вещи Которые меня Очень сильно Знаете Не то чтобы я Обжегшись на молоке На чужую воду дую Но У меня Шерсть дыбом Поднималась От того Что я читал Некоторые вещи И видел Некоторые вещи Которые Граничат с оккультизмом Это не оккультизм еще Но это вещи пограничные То есть Буквально Азия Как по лезвию бритвы Еще один шажок И все И бесы Просто Порвут Тысячи людей К примеру Пограничная вещь С оккультизмом Я не осуждаю Ни в коем разе этого человека Я молюсь за него Благоставляю его Просто для назидания Скажу У нашего брата Серьезные проблемы Могут возникнуть В дальнейшем Если он Допустим Не будет внимательным К этим вещам Как и у каждого из нас У нас нет страховки От этих вещей От падений Но У нас есть Лишь одна страховка Это Господь Бог Всемогущий Так вот Друзья мои И К примеру Когда он получил Помазание Обновление помазания Своего И особое помазание Возле могилы Кэтрин Кульман Помните Да Кто читал Его Свидетельства Что он получил Как бы Как он читал Помазание И Дух Очень сильно посетил Его на могиле Именно Кэтрин Что Как бы Умершая Кэтрин Он как бы Передал ему Благодать Вот Вот Такие вещи Скажу так Если Он описывает Это Ну довольно Так вот Старается Именно библейски И евангельски Максимально Но Я-то знаю Что Вот с таких вещей Очень часто Враг Может сеять Такие оккультные Опыты Что Скажу Не приведи Господь Потому что В православии Вот с таких вещей Именно Начинались Очень впоследствии Большие проблемы С небольшого ручейка Начинается Порой Огромная река Я сам родился По Волжье Средней Волгой Волга там Очень широкая Большая река Другой берег Фактически не виден Но я потом был Выше по Волге Я был в Ярославле Был в других городах И я видел Волгу Очень маленькую реку Это та Волга? Да Но Не верится Я с детства помню Огромную Волгу А там была маленькая Волга Ее можно запросто Переехать Там все По маленькому мостику Удивительно Так вот И большие проблемы Порой Они начинаются С небольших таких Истоков совершенно И есть другие вещи Пограничные В харизматическом движении Очень много Оккультных Таких вот Опасностей Больших опасностей Недаром Рик Джойнер Очень Один из столпов Харизматического движения Сказал что Именно как раз Харизматическое движение Оно более оккультное Чем христианское И Дьявол может запросто Прийти Именно как раз Через харизматическое движение Сегодняшнее Потому что Харизматия Без Христа В центре внимания Она Еще более опасна Чем даже Ортодоксальная Религия Без Христа В центре внимания Политизированная Потому что Когда люди Пытаются Собторгаться В духовной Духовная сфера Но помимо Иисуса Не держа Иисуса Христа В центре внимания Не основываясь На библейском Опыте Они имеют Большие проблемы В будущем И в православии Были именно Вот оттуда Проблемы Со Спиритизма Ну Приведу пример Еще такой Простой пример Он глупый Но Он есть В истории Тоже Вот в шестом столетии Когда Естиньян Феодора Я говорил уже По этих Новозаветных Езавель и Ахаве Знаете ли Истребявших Настоящих Служителей Божьих И Культивирующих Ложные культы Было приказано Причастие делать На просфирках На этих Всевозможных Квасных хлебах Но это одно Ладно Подумаешь Хлебы Казалось бы Но дело в том Что были хлебы Предложены На служение За упокой За умерших Интересно Хлебопреломление За мертвых Для мертвых Просфоры Все ели Наверное Ну большей частью Наверное Все ели Вот И многие Те кто ели Не понимали Конечно Во что вас вовлекают Но Как бы Когда уже знаете То конечно Не будете это кушать Потому что Это Участие Непосредственно Было жертвено Есть Религиозный культизм Есть народный культизм Знаете ли Есть религиозный культизм Именно вот в этом К сожалению Официально Что послужило Оправданием Для Хлебопреломления За умерших За упокой Для Причастия За умерших Ну ситуация Такая была Якобы В бане Один Там Батюшка Он приходил В бане Явно не монах Потому что монахи Не мылись Годами Десятилетиями Так вот А этот каждую неделю Ходил в баню И Интересно Что В бане Он получил откровение О том Что надо делать Причастие Для умерших Якобы Было все так Он Встретил Там встречал Одного мужчину Всегда Который Суетился Был банщиком На общественных Началах И Однажды Он принес Ему Такой хлеб И предложил Ему съесть И говорит Вот пожалуйста Съешь там Мил человек Поздравь Ни кого-нибудь Сво спасение Тот отказывается Говорит Батюшка Извините Но этот хлеб Для живых А они не такие Как я А ты что Не живое что ли Батюшка Так вот Уже давно Уже все Представился Да ты что Правда что ли Не шучу Значит А что что Говорит Не там Говорит И не там Говорит А меня Говорит Не приняли Говорит А меня послали Вот сюда В баню Знаете Не рай Не ар Чистилище Какое-то Что ли Может быть Отсюда пошло Выражение Пошел в баню Да Я не знаю Вроде Как бы И не рай И не ар Значит И в общем-то А зачем В баню Послали его Ну как бы На землю Чтобы он Вот такой зомби Непонятный Чтобы он Заработал Какие-то бонусы Что ли Чтобы его Хотя бы Куда-то приняли А то такая Жизнь Непрекрайного Зомби Она хуже всего Ну как бы Вот такой рассказ И батюшка Очень как бы Расчувствовался Пожалел того Зомби Несчастного И предложил ему А как я могу вам помочь Гражданин вообще И этот зомби Приложил Собственно Мы знаем Это учение Из уст этого зомби Значит Православного Он еще сказал Следующее Якобы батюшке Что Сделайте за меня Причастие За себя Допустим Приломите хлеб И мое имя Умершего Православите И принять Примите тоже Тело и кровь Христа А поможет Ну попробуем Попытка не пытка Вот неделя вам На эти эксперименты Значит Пробуйте каждый день За меня Значит Причащаться И договоримся Давайте Если через неделю Мы снова здесь Увидимся Значит ну не подействуем Значит будем что-то еще другое Пробовать А если Меня не будет Значит подействуем Меня куда-то приняли И вот батюшка Написано Он там добросовестно Стал причащаться Причащаться Каждый день Из-за себя Из-за того зомби в бане И через неделю Таких причастий Он пришел в баню Того мужика След простыл И он сделал вывод О Эврика Подействовала Того несчастного Зомби Вот это приняли Вы скажете Чушь какая-то вообще Я лично Когда я впервые прочитал Я вспомнил Старый школьный анекдот Когда идет мужик Там в полночь Через кладбище Сработает И значит И видит На кладбище А не мужик Сидит И могильную оградку красит Он говорит Мужчина Вы что Не боитесь покойников А чего нас бояться Говорит Да Ну знаете Это тоже школьный анекдот А это значит А это доктрина целая И в общем-то Настолько эта история Понравилась византийцам Что они значит Решили устроить Ну причащаться Так причащаться По взрослому За всех умерших вообще По всему свету За значит Кого знаем Кого не знаем Стали делать специальные Субботы Ранильские такие Поминальные Чтобы за всех покойников Значит точно помолиться Стали это делать На самом широком уровне вообще Значит Причащая всех покойников А кто же причащался В основном батюши конечно Значит Причащались Значит Как люди Знали Что причащаются За умертвых Каждый должен был Получить кусочек Просфорки Или целую просфирку Домой Съесть ее В кругу семьи Значит Как бы это Как бы Ну удостоверение Что причастие совершилось Потому что Мертвые души Им как бы нужно тело Оказывается Для этого Духовного эксперимента Предоставить Представить свое тело Для того чтобы покойник Тебе причастился Как бы его душа Причастилась И поэтому Вообще Записки Ну да Можно записки Но я Хотел бы Ответь на записки Уже в понедельник Так вот господа И якобы Якобы Такая история Что Священники Они могут причащаться За души умерших Да Спасибо И потом Они могут Ну как это совершается Я проще объясню Как это сейчас совершается Вот в храме Все бывали в храме Наверное православном Да Если нет То загляните Посмотрите Поинтересуйтесь Там есть престол В алтаре Представьте Это алтарь допустим Да Вот царские врата Открылись Значит Престол Чуть дальше Жертвенник Такое место Тоже Называется Жертвенником Там Все это нарезается Вынимаются К примеру Вы пришли в церковь Да Православный храм И сказали Что допустим Можно сделать для покойника Что для умерших Можно сделать И обычно говорят Что сорока уст За упокой Или обедня За упокой Вот это тоже Самое Оккультное Действие Кто заказывал Обедню Сорока уст За упокой Пора отрекаться Братья Серьезно Потому как Сегодня считаю Очень хороший день Для таких отречений Сегодня Царство тьмы Должно трещать Сегодня фараон Должен захлебнуться Сегодня Свобода Должна прийти Вашу судьбу В мою судьбу Она пришла Эта свобода Очень непросто Я делюсь этой свободой Потому что Хочется Чтобы люди Познавали истину Правду И хочется Чтобы как можно Больше людей Познавало Именно Живого Бога Не через Спиритизм Этот шло А Духом святым Наполнялось Так вот И священник Он Записки Читая имена Если много имен То рядом Кто-то читает Записки Священник Вытаскивает За эти имена Обращать внимание С просворочек Какие щепочки Такие Или треугольнички Вырезает Когда мы покупали Просворочку Что она уже освещенная Знаком является Что кусочка Не хватает Там Этот кусочек Он вынимается С просворочки Таким ножичком Копье называется И священник Ложит на диско С такой золотой Подносик На ножичке И Там лежит Агнец Так называемая Причастие Большая просворочка Обрезанная И вот эти Маленькие Частички Их много Может быть Допустим В Рязани Когда в 91 году Я помню Дни эти Суббота Родительские были До 6000 просворок У нас Вынималось Начиная с вечерней Еще службы Со всеночной И заканчивая Чуть ли не уже Херовинской Мы Священники Вынимали Вынимали И вынимали И целыми мешками Выносили Ну 6000 Шутка Про сворочек Работа тяжелая И Потому что Я лично Носил с ним Очень серьезно И Чаши Чаши Вина Там Двухлитровые Трехлитровые Большие Много стало этих чаш Потому что Поминаний было Очень много И В общем-то Потом Момент служения Там Когда врата Открываются В очередной раз И священник нам Говорит Со страхом Божиим И веру Приступите Хор нам Благословен Глядиво Имя Господне И дальше Если есть причастники Живые Их причащают Потом Священник Если нет Просто Благословляют И отворачиваются Идет В алтарь Дальше Престол Ставят На престол Хор Поет Там Своё Песно А в этот Повент Совершается Таинство Считается Мертвые Должны Причаститься Все эти Крошечки Все эти Ноги Эти щепочки Они высыпаются В эти чаши И Священник Совершает Молитву Смысл Который В следующем Что Как бы Грехи Поминавшихся Здесь Сейчас Должны Омыться Кровью Христа И Все это Сыпается В эти Чаши Или В эту Чашу Одну Если Небольшое Поминовение Так Что Все эти Частички Должны Пропитаны Кровью Христа И Потом Это Все Показывается Снова Людям И Переносится На Жертвенник Священники Потом Это Все Съедают Или Потребляют Ну Это Тяжелая Работа Нам Священникам Надо Завредность Молоко Подавать И В общем-то А потом Еще Запиваем Да Ну Представьте Съесть Три Четыре Литра Когора С С С Хлебом Теплого Когора Потом Еще Запивать Холодным Когором Мне По молодости По неопытности Вообще Пришлось Там Очень Туго Знаете Тем более Из непьющей Семьи И В общем-то Как бы Выходишь Из храма Там Уже Не Одно Такси Два Если бы Не там Бабушки То Не знаешь Какой Такси Войти Как бы Да После службы Да Уезжать Но это Как бы Я сейчас Не о теме Пьянства Ритуального Но О теме Поминаний Я Добросовестно Все это съедал Потому что Ну как бы Хотя Если в принципе Если У нас есть страховка Всегда у батюшек Если Батюшка Примерно уже Не может уже Ну как бы уже Не вмещается Надо Диаку назвать Диакон Уже Отдувается За всех Да И У нас был Такой Большой Протодиакон Знаете Такой Большой Большой Там Килограмм 200 Наверное Тот Может всех Помянуть Вообще И глаз Ну ладно И В общем Ну там была Такая жизнь Интересная В соборе Конечно Кстати Диакон Протодиакон Был такой Что бабушки С него Вообще Ну Плакали Ну в хорошем Эмоциональные Бабушки Такое Голосище Ой Знаете Прямо Это Стены Собора Дрожат Вот это Да Прямо Аж Бог здоровья Не обидел Конечно Его Прямо Прокричит Там Евангелие Но самое Интересное С ним потом беседуешь И я вдруг стал понимать Что он вообще ничего не понимает О чем он читает Даже не пытается вникнуть Он просто красиво Это все так И бабушки Ничего не поняли Тем более Но у них мурашки по коже У них там Жуть берет Вот как Вот Что-то есть такое в этом Да Интересное конечно Служба Я почему еще узнал Что он ничего не понимает Потому что мне Один раз пришлось Его Подменять Он пришел на службу Ну как бы И был Ну Не в том духе Уже не в состоянии Был уже Передвигаться Поэтому Были лишь молодые декана И я лишь Один молодой декан Вот передал Положение в священнике И все Вот он будет А там нужно было Нести Евангелие Как раз Привезли Евангелие Из хранилища Из государственного хранилища Там было больше 20 килограмм чистого золота Царского С камнями драгоценными Там менты пришли Значит Охраняли Все это В бронированной машине Привезли Оно само по себе Очень ценное Плюс еще Представьте Нужно 20 килограмм золота Больше еще С камнями Нести вот так вот Аккуратно Потом там Тожественно Церемонии Не уронить Потом Пронести Вот так вот И вот так Приподнять И прочитать Сказать Премудрость Рости И дальше 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 Но мне этот Дякон говорит Ты главное не упади Остальное все нормально Делай техники Хор Подхматит Кто что-то не поймет Поймет Не ясно Вот такая история Моя жизнь Немного Но скажу Запричастием Конечно Спиритизм Здесь явно присутствует Тем более что Беда Знаете в чем еще Есть еще одна такая Не очень приятная история Дело в том что Надо тоже рассказать Потому что Многие бабушки Религиозные Да Они Научены таким образом Их учат Особенно монашествующих Что эти просфирки Вы режьте И давайте внучаткам Знаете Вот эта тема Она не очень Непопулярная Вот вовлечение Несовершеннолетних Малолетних Детей В оккультную практику Религиозную Это очень серьезная тема Очень серьезная И я скажу Что из практики Как бывший Сельский священник Я живу на спирт В селе На приходе Когда в городе Это не так видно Но когда в селе Это очень хорошо Отслеживается Скажу так Тем более что Я этих бабушек Слышал их подноготную Их исповеди И я мог сделать Эти Как бы Ну анализ такой Увидеть Причинно-следственную связь Этого всего И честно говоря Поначалу я Отгонял из себя Эти мысли Как так В моей динаминации Оккультная проблема Не может быть Ну как бы Тем более я верил Всему этому Но потом Стал интересоваться Именно те Кто заказывает Саркаусты Обедники Часто У них очень серьезная Проблема У их детей У их внучат Именно Детям обычно Они не дают этого А вот внучат Монахи говорят Обычно так Что эти дети Они для умерших Самая находка Потому что Они не думают Своей головой Еще Они просто Слепо доверяют Тому что им дают Они кушают Это все Как благословение А умершим Это только надо Он должен причаститься В теле Живого человека Как бы Значит И Иметь Часть В живом И Внуки Эти Потом Получают Серьезные проблемы По крайней мере Бабушки В этом Исповедовались Но правда Они тоже Как бы Не видели Порой Этой связи И Сами бабушки Вроде нормальные Психические Но такие вещи Рассказывали Что Как бы Я понимал Что это Серьезные Аккультные проблемы И именно У тех Кто наибольше Как раз В этом Преуспевает В учении Хорошо Друзья Хочется На чем-то хорошем Завершить Сегодня Все-таки Эту часть Все-таки Пасха Исход Совершается Друзья Пусть Господь Сегодня Благословит Нас Исходящих Пусть Бог Благословит Всех Выходящих Из Египта Из Египта Греха Проклятия Беззакония Пусть Бог Чудеса И знамения Свои Даст Сегодня Давайте Встанем Возлюбленные Отец Я прошу тебя Бог наш Сущий на небесах Во имя Иисуса Христа Благослови сейчас нас Благослови нас Собравшихся Господь В этот первый день Пасхи Господь Песаха твоего Твоего великого исхода Бог всемогущий Соверши сегодня Также Великий исход Из оккультизма Из религиозного Оккультизма Из предрассудка Потех Переход к тебе Господь К твоей благодати Бог всемогущий Прошу тебя Господь О милости твоей Для Священников И для прихожан Господь всемогущий Пусть взгляды И священство И народа Будут обращены Обрежны К тебе Во имя Иисуса Христа Божьем Пусть придет Осознание Понимание Что ни в ком Ином нет спасения Боже всемогущий Пусть не Спиритизм Контролирует Церковь Но пусть Твой Дух Святой Наполняет И ведет нас Боже всемогущий Помоги Христианам Разных Динаминаций Разных церквей Быть Осторожными В духовных Опытах Своих Пусть Господь Придет Это здравость Господь И пусть С одной стороны Будет ревность О дарах Духовных И жажда Служить Людям Погибающим И нести Евангелие Исполненным Духом Святым Будущим Но Господь С другой стороны Позволь людям Быть Господь Здравыми Не впускаться Во всевозможные Эти опыты Господь Который Не от Тебя Боже Дай нам Это развлечение Этот индикатор Каждому Пусть помазание Учит нас Господь Во имя Иисуса Христа Господь Кто сегодня Где-то Как-то Узнал себя Помоги Господь Освободиться Сейчас Во имя Иисуса Христа Помоги Господь Тем Кто еще Не примирился С тобой Помоги Примириться С тобой Господь Я прошу Тебя Особенно За тех Кто будет Смотреть Также Эту Видеопрограмму Господь Этот семинар Во имя Иисуса Христа Благослови Господь Особенно Если Это священники Господь Коснись Каждого Из них Каждого Диакона Священника Епископа Православной Церкви Католической Церкви Господь Боже Прошу Тебя Господь За протестантских Пастырей Божий Смогущий Пусть Господь Придет Эта здравость Господь И Что касается Спиритического Опыта Особенно Молитвы За упокой Пусть Будет Отречение Сейчас Во имя Иисуса Христа И пусть Господь Звучит Молитва Господь Тебе К престолу Славы Во имя Иисуса Благодать Тво Господь Да Будет С нами Аминь Друзья мои Давайте Мы сейчас Помолимся Молитва Покаяния Примирение С Богом Если кто Из присутствующих Хочет сейчас Примириться С Богом Примять Иисуса Христа Как Спасителя Своего Прямо Сейчас Давайте Пожалуйста Выйдите Вперед Сюда На эту Молитву Юноши И девушки Женщины Мужчины Бабушки Дедушки Пожалуйста Так Походите Пожалуйста Молодцы Еще Крест Присутствующих Пожалуйста Не стесняйтесь Поговоритесь 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 Еще Еще пожалуйста Походите Не стесняйтесь Слава Богу Кресту Все возрасте Покорны Знаете ли Если мы Хотим Примириться С Богом То мы должны Это сделать Сейчас Не отзадывая В долгий ящик Прямо сейчас Не спешите Да пожалуйста Аккуратненько Уведите Бабушку Тоже да Пожалуйста Выходите На эту молитву Мужчины Юноши Тоже Присоединяйтесь К этой молитве Сейчас Это очень важная Молитва Очень важная Молитва Примирения И еще скажу Друзья Если кто-то Уже Примирялся С Богом Но вы Оступились И вы Отошли Но сегодня Хотели бы Вернуться Вернуться И восстановить Отношения С Отцом Сейчас Пожалуйста Вы можете Выйти так же И примириться С Богом Слава Богу Он с вами По крайней мере Не собирается Ссориться Он хочет Чтобы вы Были Счастливы И благословлены Даже Того сына Который оказался Возле святого корыта Отец По-прежнему ждал Он ожидал Его возвращения И когда он был еще далеко Отец уже вышел Навстречу Отдал ему перстень Дал ему одежду Он Приказал сделать пир Знаете ли И это было чудом Сын пропадал И нашелся Был мертв И ожил Господь Благ Бог Милость Господи Благослови Выходящих Сейчас Вышедших И выходящих На эту молитву Покаяния Примирения с Тобою Господь Во имя Иисуса Христа Благослови Эту молитву Сейчас Боже Помоги нам Господь Молящимся Сейчас Обращающимся К Тебе Быть предельно Искренними Господь Боже Чтобы и Ты Поступил с нами По искренней Нашей Господь Благословен Ты Царь Вселенный Благословен Бог Великого Исхода Все вышли Кто хотел Или еще и Сомневающиеся Колеблющиеся И также Нашим зрителям Обращаюсь Особенно Если вы Священнослужитель Особенно Если вы Православный Священнослужитель Я хочу К вам Как брат Обратиться Давайте Покаемся Давайте Помолимся Потому что С нас Спрос Больший Многие Священники Находятся В таком Обольщении Я это Слышал Уже Десятки Раз И в Украине В России И в Белоруссии Я слышал Такие отговорки Типа Что Вот Не мы Это придумали Не нам Это и отменять Потом Другой вариант Вот грех Будет на тех Кто это все Придумал А мы Лишь маленькие Винтики В этом механизме Религиозном Некоторые Некоторые Не говорили Ну и Что ты Доказал Кому Ты Вышел Из Системы Допустим Русской Православной Церкви Московской Рархат Хорошо Вышел На твое место Поставили Другого Человека Кому Ты Что Доказал Знаете Я Никому Ничего Доказывать Я хочу Во-первых С Богом Чтобы Было Все Хорошо С моей Стороны И Чтобы Не Было Этой Стены Оккультной И Больше Дого Выйдя Я смогу И смог Я Сделать Это Принести Очень Многим Людям Правду Божью И Вы Сможете Также Выдя Из своих Структур Или Даже Находясь В Своей Структуре Или Может Бог Посетит Вашу Структуру Вашу Юрисдикцию И Пробудет Ее Слава Богу Молитесь Некоторые Священники Православной Церкви Православной Молящиеся Также За упокой Они Говорили Ну а Как Нам Все Это Менять Ведь От Этого Жизнь Церкви Да Понимаю Что Финансовая Жизнь Церкви Особенно Сельских Приходов От Половины До Двух Третьих Всех Доходов Это Доходы От Умерших А Не говоря Уже Про Кладбищенские Церкви Которые Только Лишь От Этого Живут Но Предоставляя Мертвых Погребать Своих Кротвецов Давайте Подумаем О том Что С нас Спрос Будет Перед Богом Нельзя Прятаться За ошибку Коллективной Безответственности Потому Что Есть Спрос Каждого Одинности Лучше Сейчас Будет Стыдно Чем Потом Все Вечно С локти Кусать Лучше Сейчас Пред Богом Покаяться Чем Потом Сожалеть О том Что Была Возможность Был Шанс И Не Покаялся Не Зрячая Потому Суд Над Мами Очень Серьезный Потому На самом Деле Спрос Нас Гораздо Больший Если Мы Слепы То Не Имели Греха Но Мы Говорим Что Мы Видим И Значит У нас Большой Спрос Даже Слепцы Слепец Инвалид Слепой Человек Достоин Сожаления Но Если Слепой Он Берет На себя Функции Поводыря Берет На себя Функции Именно Лидера Он Уже Не Несчастный Человек Он Уже Преступник Таких Надо Судить Потому Что Он Лжец Потому Что Он Ведет В пропасть Многие Души Знаете Врач Обманом Взявший Диплом Убивший Диплом Он Не Настолько Даже Опасен Человек Одевший Рясу Лидером Ставший И Не Знающий Бога Невозрожденный Потому Что С Бессмертными Душами Имеем Дело Мы Даже Не С Временными Телами А С Бессмертными Душами Да Господа И Пусть В этом Молитве Сейчас Господь Он Благословит Нас И Простит Исцелит Освободит Давайте Скажем Богу Сейчас Не Только Вышедший Вперед Первую Вперед Но И Все Присутствующие Взале И Наш Зритик Давайте Мы Скажем Богу Такие Слова Сейчас Бог Святой Отец Небесный Во Имя Иисуса Христа Я Прихожу К Тебе С Верой Надеждой И Любовью Ты Возлюбил Нас И Отдал Сына Своего За Этот Мир За Меня Пролита Кровь Иисус Христос Ты Умер За Мои Грехи И Воскрес Из Мертвых Для Моего Оправдания Иисус Христос Ты Путь Истинной Жизни Ты Мой Господь Ты Мой Спаситель Прости Меня Води Мое Сердце Живи Во Мне Мой Бог И Царь Очисти Меня Обнови Меня Наполни Меня Духом Святым Своим И Во Имя Твое Во Имя Иисуса Я Отрекаюсь От Дьявола Отрекаюсь От Греха Отрекаюсь От Проклятия Беззаконий От болезни Во имя Иисуса Призываю Духа Святого Сейчас Приди Наполни Меня Силы Своей Аминь Спасибо тебе Господь Бог Благослови Вышедших Вперед Молящихся К Тебе Господь Обращающихся К Тебе Господь Благослови Боже Всемогущий Кто Прилюбителя Исповедует Того И Ты Обещался Исповедовать Пред Отцом Пред Ангелами Господь Их имена Сегодняшним Вечером Право Сноси На Небесах Во Имя Иисуса Христа Бог Свогущий Каждого Из них Благослови Во Имя Иисуса Господь Свогущий И всех Отрекающихся От Оккультизма Молите Сейчас И Если Вы Где-то Себя Узнали Мы Еще В понеделье Будем Молиться Это Молитвой Но Давайте Скажите Какие Слова К примеру Каждый Размышляя О себе Сейчас Кто Ел Это Все И Поминал Умерших Есть Кутя Такая За упокой Кушают Тоже Это Как Говорят Для Умершего Сладкой Жизни Желают Но Это Участие В Этой Трапезе Которая Не Для Нас На самом Не Для Живых Друзья На могилку Ставили Продукты Питания И кушали И пили На могилке Знаете Могила Это Не Ресторан Кладбище Это Не Ресторан Это Не Место Где Кушать И Выпивать Что Нет Ни В Коем Разе Это Общение С Бесами Мы Не Понимали Раньше Но Когда Мы Писанием Пересматриваем Свою Жизнь Мы Видим Что Это Все Так И Поэтому Лучше Сейчас Во имя Иисуса Христа Я Отрекаюсь От Общения С Бесами В Любой Форме Религиозной Или Светской Во Имя Иисуса Христа И Дух Статой Сейчас Очисти Меня Во Имя Иисуса Во Имя Иисуса Господь Я Отрекаюсь От Всякого Опыта Духовного Который Не В Воле Твоей Не В Тебе Не Во Имя Твое Господь Иисус Господь Боже Будет И Ревность В Народе О Дарах Духовных Господь И Благочестивый Страф Этот Господь Боже И Осторожность Во Имя Иисуса Христа Боже Пред Неправильным Опытом Господь Пусть Господь Каждый Из Нас Свои Ведения Сновидения Откровения Проверяет Тестирует Слово Твоим Господь Боже Вынося На свет Господь Во Имя Нашего И Всех Людей Аминь